Всем привет! В эфире Заряд Бодрости и я ее ведущая Роднила Асаева. Приглашаем вас на занятие OxiCise. Это дыхательная гимнастика. Проводить ее для нас будет Наталья Орлова. Помогать нам будет Наталья Гумерова. Наташа, я знаю, что OxiCise помогает похудеть. Какие еще есть положительные моменты у этой дыхательной гимнастики? OxiCise имеет мощный оздоровительный эффект для всего организма. У вас будет лучше работать желудочно-кишечный тракт, сердечно-сульчатая система, бракхолегочная система, репродуктивная система, повысится выносливость, увеличится иммунитет и улучшится работа головного мозга. Наш сегодняшний комплекс будет направлен на проблемные зоны талия-живот. Все упражнения будут выполняться лежа. Тогда начинаем? Начинаем наш комплекс. Сейчас я вас научу дышать по методике OxiCise, потому что самое главное – это освоить правильную технику дыхания. Одну руку положите себе на грудь, одну на живот. Сейчас мы будем дышать диафрагмально, то есть будет задействован только живот, рот и нос. На вдохе через нос мы сейчас надуем живот. На выдохе через рот мы живот втягиваем, сильно втягиваем его к позвоночнику. Попробуем. Вдох. Надутый живот. Выдох. Втягиваем. Еще раз. Вдох. Выдох. 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 Вдох. И вдох. Выдох. Во время вдоха обязательно делать улыбку. Это нужно для того, что мы на улыбке расширяем свои ноздри, тем самым больше затягиваем кислород к нам в организме и сжигаем жир. На выдохе мы выпускаем воздух через сжатые губы, как будто бы вы дуете на блюдечко с горячим чаем. За счет этого мы создаем дополнительное напряжение в животе. Сейчас я вам расскажу, что же такое OxiCise. OxiCise имеет ритм 1-3, 1-3. Мы делаем 1 вдох, 3 до вдоха, 1 выдох и 3 до выдоха. Вдох и выдох мы с вами только что разучили. Что такое до вдох и до выдох? До вдох – это короткий вдох, также через мозг. Делаем 3 раза сразу после первого вдоха. А до выдох – это короткий выдох, тоже мы делаем 3 раза после выдоха. Что делает при этом живот? На до вдохе живот из надутого состояния возвращается в исходное. Немножко подтягиваем снизу. А на до выдоха он еще сильнее стремится к позвоночнику. Попробуем все вместе. Вдох, до вдохи, выдох, до выдохи. Еще вдох, до вдохи, выдох, до выдохи. И еще раз. Вдох, до вдохи, выдох, до выдохи. Все понятно? Да. И так приступим к нашему комплексу. Будем работать сегодня над талией и над животом. Ложимся на бок. Опираемся на локоть, причем мы на нем не провисаем, он у нас строго перпендикулярно, тело держим. Поднимаем одну ножку наверх, невисоко. Сокращаем носок и в таком положении ягодицы мы оттягиваем вперед, тело ровное, чувствуем напряжение в боку, дышим. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Выдох, 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 опускаем ногу. Отлично, меняем сторону. Наташа, а если голова кружится, это нормально? Голова если кружится, это нормально. У нас организм не привык к такому количеству кислорода и вообще к такому дыханию. На первых порах может кружиться голова и может наступить зевота. Это нормальные признаки. Потом привыкнуть. Спасибо. Также тело в стронку, ягодицы подтянуты вперед, на локт, на локте не провисаем. Поднимаем ногу, сокращаем носок. Поехали. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. 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 Выдох. Хорошо. Ногу опускаем. И снова в сторону. стол. Следующее упражнение называется ножницы. Ноги разводим в широком шаге. Носочки можно натянуть, как будто мы прыгаем. Нижняя нога вперед, верхняя назад. При этом мы отрываем их от пола, держим. Если позволяет растяжка, можно раздвинуть шире. На локте не провисаем, тело прямое и дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Хорошо. Не опустили. Не опустили. Мы работаем на самом деле не только над зоной талии или живота. Тут у нас подключаются еще и ноги, спина. У нас работает все тело. приставка. Приготовились. Вдох. В идух. Вдох. 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 Выдох. Вдох, выдох. Хорошо. И еще раз в сторону. Также мы лежим на локте, тело натянуто, ягодицы подтянуты вперед, верхнюю ногу мы как можно дальше отводим назад. А при этом оба локтя ставим на пол. Здесь у нас грудка позвоночника, работают очень хорошо косые мышцы живота и дополнительно нагружаем ягодицы. А ногу высоко надо поднять? Ногу лучше далеко, а не высоко. Поехали. Вдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. 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 Каждое упражнение желательно выполнять 16 раз непрерывно. Здесь мы делаем только мечты. Уложимся. Это для того, чтобы эффект был? Да, для того, чтобы лучше был эффект, прорабатывая каждую конкретную зону вашего тела. Итак, верхнюю ногу отводим назад, разворачиваемся осторожно, скрутились и поехали. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Молодцы. Начали. Четыре цикла дыхания тяжело, как 16, и со временем привыкаем. Организм требует больше нагрузки. Теперь ложимся на спину и начинаем работать непосредственно над животом над прессом. Ноги разводим в палочку, то есть у нас носочки и пяточки сам внутрь. Ощущаем напряжение, растягиваем внутреннюю поверхность бедра. Руки завели за голову. Взгляд у стороновых потолок. поднимаем корпус до лопаток и в таком положении дышим. Вдох. 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 И положили на одну сторону. Тело при этом, лопатки и плечи лежат на полу. Работают косые мышцы живота. Руки также заводим за голову. И поднимаемся прямо, взгляд, устремлен в потолок. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. Отлично. Меняем стороны, то есть ноги складываем в противоположную сторону. Тело остается прямо. Поднимаем корпус до лопаток, локти в сторону, взгляд наверх. Вдох. Выдох. Вдох. 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 Выдох. и вдох, выдох. Хорошо. Закончили. Следующее упражнение направлено на низ живота, прорабатываем нижний пресс. Для этого поднимаем ноги вверх, поясница прижата, можно немного согнуть и немного отводим их от себя. Голову не поднимаем, тело прижато и дышим. Вдох, выдох, 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 выдох. Ноги опускаем. И снова работаем над косыми мышцами живота. Для этого одну ногу вставляем согнутую на полу, другую поднимаем и кладем на колено стоящей ноги. Руки за голову. Делаем упор на локоть в ту сторону, где у вас нога подняты. То есть на диагонали идет скрутка. На две стороны. Таз при этом стараемся не расворачивать. Вдох, выдох, 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 выдох. Выдох, выдох. Хорошо. Мы расслабились. Поднимаем корпус. И поехали. Вдох, выдох, вдох, выдох, выдох. Вдох, выдох, выдох. Молодцы. Теперь ноги упрямляем, пол упрямляем, руки упрямляем вдоль корпуса. Носки сократили. Руки приподняли. И тянемся за руками. Вдох, выдох. Если шея. Если шея встает, можно руки за голову сделать. Должен напрягаться прессами шеи. Поехали. Вдох, выдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Теперь поднимаем за счет мышц пресса ягодицы. Доксируем. Доксируем это положение. Если трудно, можно подложить кулачки. Но не так, чтобы вы весь вес на кулачки уронили, а просто для подстраховки. Подняли за счет мышц пресса. Дышим. Вдох, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Поднимаем одну ножку. Под углом 45 градусов. При этом поясница у вас остается на полу. Чувствуем напряжение в нижней части живота и ноги. Вдох. 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 Отлично. Опускаем ногу. И ногаем. Дальше. Поясница ни в коем случае не отрываем. Приготовиться. Вдох. Выдох. Вдох. 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 В растянули, растянули свой позвоночник, все мышцы, все тело. Делаем вдох и выдох, вдох, выдох, 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 выдох. Хорошо. Упражнение заканчиваем и поднимаемся. На этом наше занятие закончено. Всем большое спасибо.